сегодня у нас не ледная погода потихонечку выдвигаемся вчера проехали вместе целый день сегодня сегодня еще проедем то скорее всего до нью-йорка у нас машины примерно в одинаковом месте а по но и и и до дому нам господа ехать примерно 1000 миль но мы с Жекой решили съехать заправить Жека заправит трак потом пойдем заправим желудки возьмем кофе мы уже проехали часа 3 надо ноги размять находимся в штате Кентаки неподалеку от города Луисвель солярка здесь уже 2.94 дорого 2.94 серьезная цена но Жека трак казенный как говорится компанейский он заправляется только на этих заправках но смотрит где подешевле но если нет ничего то уже приходится заправляться приходится заправляться так как есть перепады перепады проверка груза все крепенько вроде бы я уже говорил когда дождь бывает ремни размокают достаточно сильно и будет расслабиться нужно их подтягивать в данном случае крепко все сидит колесики подушки найс ага Жека уже подчапал бродяги стоят заправляются все забито траками работа кипит я думал ты на колонке заправляешься не знаю так летс го ту рестору заправились едем на петра переедем на другую заправку там есть буфет пообедам сейчас с женкой бо он проголодался с утра так тоже кофейка взял водички бутерброд съел но вообще ничего поэтому я его полностью понимаю и поддерживаю что надо перекусить надо что-то жиденького обязательно сейчас перехватить чтобы можно было дальше исполнять свои обязанности и работать а то как без солярки трак не поел и работать не можешь силы быстро заканчиваются не почувствовать и это она не нет она не она 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 они она 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 ой ой что ты делаешь что ты чуть не разбил женя ну ты такой неаккуратный да а зачем ниже высота хорошая вроде высота вроде нам деревню да ну да деревне есть низкие деревья логично пойдем а я пока ты заправлялся проверился я даже твоё проверил давай пошли крокодилища а закарит по 35 тысяч масла здесь не надо менять и обычная минеральная даже не синтетика напишите в комментариях может такое быть не может такое быча по 35 тысяч не менять масло на детройте неужели новый мотор настолько хороши что выдерживают такое издевательство над собой даже на ли я так не позволяю себе меняю в 20 синтетику а тут минерал очка или как там я не знаю простой короче масло и по 35 до опасно а потом возьми такой трак с дилера и мучайся с ним всю жизнь я имею дабы у есть женя имеет давление есть есть на так стать сколько сколько было от вас дай померя тайну нажми дай бы так как не урок упрямлю засовывать вот так да так посмотрим насколько михаил здоров над давлением на 90 на 120 на 80 должен быть 120 на 80 так как космонавты у тебя вообще по нулям погас для перевес ты чёрта 150 сейчас давление покажет подожди 96 пульс 145 на сто четырнадцать курс 96 у тебя перевес этот пуп перевес это high blood pressure если оси то не было нормально это сломанная машинка так же мы сегодня покушаем что есть полезного чтобы понизить давление о котлетки это очень хорошая тема сейчас покажу вам жареная курица это смерть капусточка картошечка но нормально отлично можно перекусить немножко 11 59 буфет ребят стоит на так стаде так пирог свинина короче кошмар таким давление точно не понизишь помчали друзьям перекус нас прошел кстати рядом стоит тракс новой компании дарлайна вроде драйвен так так Субтитры сделал DimaTorzok 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 Охотник какой-то или рыбак. Опаньки. Смотрите, какая погода у нас разыгралась в Нью-Йорке. Это в этом регионе называется Lake Effect. Здесь находится большое озеро Ири. За ним сгущаются тучки снеговые и, получается, часто осадки выпадают. Летом дожди, зимой снега, также ветра дуют из Канады северной. И бывает такое, что ребята здесь заваливают очень сильно. В предыдущих роликах, пару лет назад, я даже застревал здесь как-то. Просто дорога была закрыта и нельзя было проехать. Пришлось ждать следующего дня. Но сейчас вроде бы, как обещают, здесь маленький снежок так немножко подует. И все вроде. Застрять не должны. До заправки у индейцев. Как раз четверть бака осталось то, что надо. Зальем до полных. 2,63. Здесь цена не поменялась. Все так же. Выскакиваем на разгрузку, друзья. Я вчера приехал с рейса, но не успел ничего разгрузить. Вот у меня полный трейлер. Сейчас будем скидывать понемножку наши автомобили. Смотрю, все время нормально. Тут заезды такие будут цепляешь. Единственная будет вот эта машина мне, конечно, мешать. Но ничего. Первая у меня скидывается Subaru, поэтому я Honda прогоню сюда. Будет она прям так стоять. А скидывать уже будем вверх. Крайнюю хондочку в Бостоне. В общем, работы хватает. На целый день успеть бы. Ребята, ехать туда всего лишь час на мою первую разгрузку. Позавший забор. Давай. Часик, короче, проедем. Разгрузим машину. Перегрузимся. И поедем в Бостон. В Бостоне уже гораздо больше у нас работает. Думал, машину скинуть здесь. Но не хочу перегружаться на этом тракстабе. Потому что один раз как-то ко мне подъезжал мент. Тут камеры стоят. И говорит, не-не. Типа тут только парковка. Перегрузка здесь строго запрещена. Ну и в общем, я не рискую. Потому что сказал, в следующий раз увидит нас в трав. А штраф нам, это последнее то, что нужно. Поэтому не надо. Будем делать все легально. Дорога, которую сделали. Вот это тут здание. Позаботилась о этом куске дороги. До сих пор живая. А знаете, что это за здание, кстати? Вы не поверите. Это официальный магазин по продаже Анаши. Канабис Коннекшн. Видите, написано. У нас в штате легальная типа Анаша стала полностью. Не медицинская, любая, короче. И все. И вот эти ребята уничтожают народ, но строят дороги. Видели вы такое где-то, а? Так что простыми словами говоря, ездим по трупам, да? Люди умирают от наркотиков. И тут же эти парыги спонсируют дороги. Да. Ну, в некоторых случаях, конечно, не все. Но вот так вот можно подумать. Машина спереди едет, разливает жидкость. Видите, такие полосы по низу по трассе. Вместо соли польют эти какие-то, как их называют, забыл. Короче, какую-то химию, чтобы лед не был. Потому что завтра у нас обещают несколько сантиметров снега. Ну, может, сантиметров 10 где-то. А, не больше, наверное, сантиметров 20. Ну, насыпет, короче. Но подготавливают за день раньше. Ребята, минус 15 на улице Мороза. Капец. Парни идет, что-то сорта. Видно, я внутри. Тоже прохладно. Я начинаю работать. Я, значит, нахожусь здесь, в городе Гарднер. Скидываю субаром. Нужно мне весь первый этаж сейчас вытянуть. Поменять машины местами. Начинаем. Так, первый этаж свободен. Пакуем туда нашу Хонду, которая мешается. Хонда Аккорд, она должна была вот эта скинуться еще в Нью-Йорке. Но все не получилось. Поеду, наверное, завтра. А я выкарабкиваюсь с первой доливери. Какой классик. Лет-бет. Поезжаю с первой доливери на Бостон. Снова я на обочине дороги разгружаюсь Хондою вот этой. Холодно, однако. У нас-то на Массачусет что-нибудь. Как сказали бы, мороз и солнце, день чудес. Движемся в сторону Бостона. Друзья, и здесь у нас, как видите, загвоздочка. Сбросил всего лишь три машины. Немного задержался на третьей. Дайота пока заплатила мне, то мне пришлось подождать аж целый час. Ну, я сейчас других клиентов буду предупреждать, чтобы они заранее готовили денежки для оплаты. А бывает забывают о них, знаете. Машину привезли, а заплатить нет морозков. Вот, поэтому надо их предупреждать. А как вы уже знаете, пробки в Бостоне очень жесткие. Скорее всего, сейчас тряну в центре где-нибудь еще на час. Город большой, развивается. Работы много, людей много, машин много. Вот и получаем здесь пробку в целый город. Ну, буквально на пару часов. В 7 вечера уже должно все рассосаться. А сейчас без 25. Так что почти 2,5 часа. Будем курорезить в 43 часа и медленнее. Бостон, Бостон. Бостонщина. Пробираемся помаленьку в центр. Нам надо прямо через все это пекло проехать. На другую сторону. Северный Бостон. Радемся по чуть-чуть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Мы уже в городе. Бэшку закинул. Тоже вот так вот на обочине пришлось встать. Потому что место в Бостоне, как вы уже знаете. Едем еще в центральный. Город Эвер. Минут, наверное, 10 отсюда вас кинул. Следующую машину. Потом последнюю и пусть все. И едем домой. Пятница народу здесь, конечно, нереально. На машинах запарковаться по бокам видят и некуда. И это такой тихий райончик. Предпоследняя машинка на сегодня. Хондай Туксон. Моя парковочка. В Бостоне. Напротив нового казино. Ждем клиента. Заказал ей такси. Как и в Остине. Удобная штука. Едет, короче, сюда. Не надо прям подъезжать в ее стрёмный район, где можно побить трак. И тому подобное. Потому что на таксишке сейчас подъедет сюда на ровненькое место. И загрузим. Сижу, греюсь в Хондайке. Жду клиента. Там моргает мой рабочий конь. Холодно, ребята, оно есть. Особенно под вечер прям. Обогрев даже есть в Туксоне. Хондай Туксон. Видите, две позиции. Первый раз такое вижу. На полную климат. Сижу в ожидании. Пять минут еще. Смотрю, уже подъезжают. Еще немножко, еще чуть-чуть. И все. И закончен будет мой рейс на Техас. Да, ребята. Потом, все. Потом еду я снова на старую землю, на европейский континент. К родным, любимым моим. Думаю, что видео будет уже через пару месяцев. Ну, именно, рабочие. Может, какие-то с отдыха еще закину. Там Таиланд у меня еще не домонтированный. В общем, такие делища. Получилось у меня как с пулемета. Сразу несколько видосиков вам срубить. Ну, наверное, скоро сезон закончится. Нажаль. Ребятки, все. Практически рейс окончен. Учим домой. Учим в город, в родной Спрингфилл. С Бостоном. В последнем месте скидывал Мазду. Такое местечко супер. Мне кажется, особенно летом оно прям прекрасно. Прибрежная линия. Квартиры высокие по 5-10 этажей. И вид на океан. Просто прекрасно. Выползла со своего дома. Дедушка такая уже тепленькая. У-у-у. Такое настроение. Говорит, о! Моя машина пришла. Ну, она у сына купил машину. Она у сына купила машину. А сын уехал работать в Сингапур финансистом. Короче, говорит, биг бакс. Крутой чувак. Большие деньги зарабатывал. 29 лет. Поговорили с теткой. Ей как раз было это интересно. Говорит, приезжайте летом. Летом тут обалденно. Пляж, океан и красота. Я уже выскочил на 90-ку. И сейчас по прямой, прямо до своего экзита. И доеду по этой дороге. Она прям домой идет. Бостон, конечно, преображается. Становится чище. Много реконструирует. Достраивает. Такой город классный. Знаете? Единственный минус, конечно, холодно. Вот это единственный минус. А так прекрасный город. Мне он даже больше чем-то, чем Нью-Йорк, нравится. Нью-Йорк такой прям мегаполис. А этот такой, знаете, уютненький такой, как Питер, может, городочек. На океане, на побережье стоит. С большой историей этот город. Может быть, когда-то еще поеду, погуляю, покажу вам, поснимаю. Какие-нибудь новые места, которые еще не видел. Я удивлен. Сегодня пятница вечер, ребята. Все сидят, наверное, в такой мороз по домам. Потому что машин на хайвеи минимальное количество. Я думал, что пятничку здесь вообще не проехать. А нет. Есть вот такие, только иногда, подрезатели. Сейчас приеду до дому, замонтирую еще один ролик на выходные. Как говорится, что было, что вам посмотреть. Закончу рейс. И все. И буду готовиться к отлету. Какой центр красивый. Сейчас проезжаем. Ну, а с понедельничка уже Алексей поедет в следующий рейс. Уже нашли несколько машин диспетчера. Молодцы. Работу подтягивают. И поедет Леха снова на Техас. Тексас. Редактор субтитров. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова